привет дорогие друзья сегодня у нас очередное общение очередные вещи которые надо знать знаете я почему-то вспомнил что ницше написал я верю это слова ницше я верю только тем словам которые написаны кровью абсолютно правильно с моей точки зрения дилетант иной раз может добиться гораздо большего чем какой-то маститый ученый чем человек который кичится своими знаниями которые он получил в институте потом в аспирантуре потом еще что-то в интернатуре и так далее и так далее закон это жизнь описание мертво и это надо понимать для того чтобы разбираться каком-то вопросе нужно самому проэкспериментировать самому разобраться самому понять и только тогда в таком случае можно получить результат потому что истина это то что дает результат и сегодня мы с вами поговорим про такую область нашего человеческого тела как носоглотка да понятно что тут входят и ушные моменты и гайморовые фронтальные пазухи я туда и зубы ввожу и все остальное все воспалительные процессы напрямую в носоглотке связаны с микроорганизмами для того чтобы потушить воспалительный процесс люди покупают сосудосуживающие препараты да мы часто видим с вами человек идет любой там богатый и бедный в магазине и машине раз залил эту фигню я не слышал еще когда и видел ее когда даже был маленький еще все этим пользовались я даже не хочу сейчас только препаратов что говорить какой-то старшее поколение помнит одно новое поколение пользуется уже более модными какими-то там с лейбами со всем этим сам поэтому но это сосудосужение это временный эффект надо понимать по какой причине сосуды расширяются и болевые ощущения закладывать нос до грубо говоря мы заложены мы с открытым ртом нос не работает ну первое связано это конечно с микроорганизмами в гаммеровых фронтальных пазухах на слизистой на эпителии носа рта огромное количество микроорганизмов потому что мы все это вдыхаем мы же попой не вдыхаем правильно все трамваи вдыхаем в автобусе вдыхаем маршрутки вдыхаем везде рядом прошел кто-то чихнул мы это вдохнули все эти микроорганизмы огромное количество там окей они там заселились что дальше дальше начинается разрастание эпителия я делал об этом видео о разрастании эпителия соответственно какие-то методы просто по сужению сосуда не дают естественно надо промывать значит пазухи всевозможными вещами опять же видео у меня есть но в чем суть сегодняшнего видео дело в том что в основном трихомонада и сотоварищи это анаэробные микроорганизмы животное даже и тот момент в тот момент когда кислорода становится меньше послушайте меня внимательно кислорода становится меньше в организме все именно кислородное голодание создает ситуацию для развития хронических заболеваний которые потом плавно переходят в онкологические потому что хронические это когда микроорганизмы где-то тусуются и строятся онкологические заболевания это когда мы имеем сформировавшуюся опухоль с метастазированием то есть уже вторичными мы сегодня не будем на это затрагивать да и так далее и так далее опять же говорю то чего я начинал только на собственном опыте когда вы начинаете работать над своим организмом сами если вас это не убило и опять же как говорил ницше все что не убивает нас делает нас сильнее потому что меня сделали мои заболевания я стал таким по причине моих заболеваний я им какой-то мере благодарен они меня закалили я живой у меня есть воля я этим занимаюсь мне это нравится и вы если будете поступать так как я вы чухаетесь по крайней мере попытайтесь выбраться из своих заболеваний и все будет хорошо поэтому носоглотка заболевания носоглотки лечение носоглотки это прямой путь к тому что вы будете здоровы на сегодня все